О сладкой жизни жители Медовой только мечтают. Регулярные аварии на водоводе, пролегающем на месте строительства ЖК Курорной, привели к тому, что практически 10 тысяч абонентов вынуждены держать в домах определенный запас воды. Мы уже все сидим с ведрами, с банками, заготовленные с водой, то есть у нас теперь всегда все готово. Отношение к ситуации у нас однозначное. Мы категорически настроены, чтобы вот это все безобразие как-то либо прекратить, либо как-то ввести его в нормальные, ну как скажем, рабочие рамки. Стоит дом, четырехэтажный, там обрыв, состройщик ничего не укрепляет. С дождями вот так вот все уползает. Вот здесь было совершенно ровное, высокое место, и вот этих вот оползней не было. О том, что оползни начались только с момента начала стройки и проведения первых земельных работ, говорят и руководители Сочинского водоканала. Первая авария на новом возведенном водоводе произошла в августе 2013-го. Тогда как раз строители и начали рыть котлован. А на данный момент прямо над магистральным водоводом пролегает технологическая дорога, по которой регулярно передвигаются груженные самосвалы. И несмотря на решение Адлерского районного суда, датированного 9 мая текущего года, строительные работы продолжаются. На вопросы застройщику внятных ответов мы не получили. Могу сказать одно, что выборка грунта ведется непосредственно в зоне пролегания наших магистральных водопроводов. И частично внизу наши магистральные водопроводы уже начали засыпаться. Правда, за последние 2-3 недели с момента начала производства работы особой никакой динамики я там не наблюдаю. Будем надеяться, чтобы все-таки застройщик взялся за ум. Стоит отметить, что Сочинский водоканал проводил работу по восстановлению водовода за свой счет. На участке организовано и круглосуточное дежурство аварийной бригады. Кроме того, ресурсоснабжающая организация всегда готова к диалогу. И сегодня по инициативе блогеров Сочи была готова ответить на все вопросы общественности и журналистов. Представителей застройщика на месте не было. Поэтому вопрос, когда же технические условия, выданные ЖК курортной сочинским водоканалом еще 20 января, будут выполнены, и водовод будет огражден или вынесен за пределы стройплощадки, остается открытым. Этой темой активно занимается и созданная 6 мая специальная комиссия, которую возглавляет заместитель главы города Сочи Иван Бомбергер.